Жителей сплотила новостройка. На Юго-Востоке возле двух многоэтажек планируют возвести еще одну высотку. Эта новость вызвала пурь возмущения. Люди боятся, что их дома не выдержат грандиозной стройки по соседству. Подробностью у Антона Александрова. Вот эта огороженная территория и стала причиной возмущений местных жителей. Между третьим и пятым домом по улице Татимбета хотят построить 16-этажку с административными помещениями. Работы по огораживанию строительной площадки сразу сплотили местных жителей единым переживанием. Под пятым домом существует плавун, который вообще предполагает, что этот пятый дом, он вообще аварийный. А наш третий дом, если вы видите сейчас, вот видите, вот эта трещина, которая с первого по десятый этаж. И если вы сейчас обойдете этот дом, там вот такие вот швы между этими панелями. И если мы сейчас выроем тут котлован под два 16-этажных дома, что случится с нашими домами? Они вот так в этот котлован завалятся. И будет вторая без собаки. Работы по соседству и вызвали интерес старожил. Узнав о грандиозной застройке, люди стали писать в инстанции и встречаться с чиновниками. Так местные жители узнали, что документы уже все оформлены и необходимые согласования проведены. Это финансирование идет по государственной программе. Поэтому документы, которые выдавались на строительство, прошли всю экспертизу. В данном случае вся нормативно-правовая база для строительства, она решена. Разрешение на строительные работы, проекты, участки, эскизные, все остальное. Потом вопрос строить или не строить не решается строителями. Строители получили документацию, заключили договор, строят. Разбираться в ситуации позвали всех. Чиновники объясняли местным жителям, что работы ведутся согласно плану, на законных основаниях. Однако это старожил все равно не устраивает. Уже сейчас люди лишились привычной дороги к школе, одного выезда со двора и боятся строительного грохота, а также активного движения большегрузной техники. О жильцах кто подумал? Никто не подумал. Понимаете? Были в Акимате, мы оставили заявление, мы писали в прокуратуру сегодня заявление. На этом мы не остановимся, мы будем писать дальше. Мы полностью жильцы этих домов будем отказываться от председателя КСК. Нам не нужно такое КСК, которое не заботится о людях, которое хочет заботиться о нашем ветре только. Представляете? Построить дом в этом месте планировали еще в советское время, говорит главный архитектор города. Тогда хотели возвести 12-этажку. Теперь уже 16-этажное строение. Вбивать сваи не будут, успокаивают чиновники. Про установку паркинга или дальнейшее благоустройство ничего не говорят. К тому же между новыми и старыми строениями будет расстояние.